Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословенны, пусть Бог благословит вас. Я знаю, что сейчас смотрят люди, у которых есть проблемы. У вас есть проблемы, которые не сдвигаются. Это неподъемные камни, вы не можете их поднять. И я хочу вам сказать лишь фразу. Верьте, верьте Богу, провозглашайте, идите и двигайтесь во имя Иисуса Христа. Начинайте говорить этим камням, начинайте говорить этим горам. Вы молчите, и вы ждете, что придет ответ. Ответ находится в вашем сердце и в ваших устах. Что вы скажете, то и будет. Поэтому говорите своим проблемам, что они меняются. И то, что не менялось веками, будет изменено от веры в Бога. Аллилуйя. Еще я хотел бы сказать каждому телезрителю. Помните, что Бог всегда на вашей стороне. Всегда. Когда вы с Богом, когда вы без Него. Когда вы грешите, когда вы поклоняетесь, или поклоняетесь Ему, или живете святой жизнью. Бог всегда на вашей стороне. Всегда. В Библии написано, что Иисус Христос сделался ходатаем за преступников. Что ходатайствует за правильных людей, за святых людей? Что? Надо вытягивать преступников. Поэтому Бог, даже если вы в преступлении находитесь, это не Божья воля. Но Его воля, чтобы ходатайствовать, вытягивать вас. И Он на вашей стороне, чтобы вам служить. Чтобы вас благословлять. Если вы узнаете, какой Божий план есть для вашей жизни, вы обрадуетесь. Вы будете счастливы. Потому что Божий план для вас самый лучший на земле, во всей вселенной, за все века. Вы себе такого представить не можете. То, что Бог для вас приготовил. Бог приготовил для вас себя. Что вам еще надо? Он приготовил вечную жизнь. Он приготовил дом, семью. Итак, тема проповеди будет называться. Единство церкви. Пришло время говорить о церкви. Итак, церковь с греческого переводится «экклессия». Это группа людей, которые собрались во имя Иисуса Христа. Это не группа, которая просто собралась попить чай и поговорить о чем-то. Это группа, которых соединяет Иисус Христос. И мы видим, что Иисус говорил к Своим ученикам. Кто не собирает со Мною, тот что делает? Расточает. Тот проигрывает. Как бы тратит. Он ничего не приобретает. Поэтому Иисус, Он всегда собирал. И Он собирал людей, объединял и направлял их сердца верить Богу. Верить в Богу. Верить в пославшего Его. И люди, мы видим, что их жизни, те, кто действительно следовал за Иисуса искренне, они были счастливые люди. Мы не говорим, что в их жизни не было проблем. Мы говорим, что они были счастливые. Вера в Бога – это не отсутствие проблем. Это присутствие Христа. Да, ты можешь плыть в лодке, и ты можешь видеть шторм. Какая тебе разница? Христос с тобой в лодке. Он находится рядом с тобою. И я хочу сказать, что Христос не просто в лодке, Он внутри тебя. Он в твоем сердце. Итак, единство. Первый, кто един – это Бог. Что мы знаем о Боге, мы узнаем из Слова Божьего. Потому что то, что нам могут рассказывать люди, они могут рассказывать нам свое понимание, может быть, душевное понимание. Но то, что мы читаем в Библии, что Бог един. Аминь. Бог не просто един. Бог три един. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И они между собой едины. Теперь представьте такую картину, что Бог поссорился между собой. Нам тут не представить, потому что этого никогда не произойдет. Но это была бы катастрофа. Это была бы катастрофа для всего. Вообще все, что существует. То, чего мы знаем, то, чего мы не знаем. Миры, я не знаю, земля, небеса и так далее. Все, что у Бога есть. Это было бы разрушение, великое разрушение. Но мы не видим, да, мы не видим, что Бог каким-то образом, у Него есть конфликт между собой. Да, у Бога появился конфликт с ангелом, с совершенным ангелом, красавцем, потому что Он чего-то не мог, Он чего-то не знал. Его куда-то не пускали. Но мы видим, что Бог не общается с ангелами. Бог дает задания ангелам, и ангелы – это слуги. Это его слуги, которые также находятся в любви Божьей. И они очень рады тому, что они служат Богу. Но Бог с ними никогда не пьет чай. Он никогда с ними не общается, не кушает, не общается. С кем общается Бог? С сыновьями. С сыновьями. Причь о блудном сыне говорится, что там слугам он просто приказы давал, а с сыном он веселился. Он ел, и он веселился, и радовался, и говорит соседям, давайте быстрее сюда, бык настолько большой, что нам вдвоем не съесть, давайте все будут радоваться. Поэтому Библия говорит, что небеса радуются, когда один грешник приходит. Почему никогда Бог не поссорится с собой? Потому что Бог есть любовь. И в любви, любовь – это совершенная форма. Там нет превозношения, там нет негатива, там нет никакой деструктивной функции. Бог есть любовь, и между ними тоже есть любовь. Если вы хотите знать, что такое Бог, Бог – это семья. Когда человек приходит к Богу, он приходит в семью. Кто такой Бог? Это отец, мать и сын. Я вам еще скажу, для нас это может быть странная информация, но я вам скажу, отец, мать, сын и дочь на подходе. У отца есть сын, но у него скоро будет дочь. Совершенная. Халлилуйя. Невеста Иисуса Христа. Она формируется. Она не формируется отдельно. Она формируется во Христе. И Библия говорит, что мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Не без Него мы совершенные. Не без Него мы достигаем чего-то. А во Христе Иисусе. Когда мы находимся в Нем, в послушании, в Слове Божьем, в воле Божьей. Друзья, многие верующие думают, что они спасены. Но Библия говорит. И знаете, лучше предупредить, чем потом сожалеть. Иисус сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Другими словами, Иисус говорит, что не всякий верующий попадет на небеса. Но кто попадет на небеса? Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Да, то, что ты принял Христа, то, что ты получил спасение. Это великое чудо. Ты действительно получил право быть с Богом всю вечность. Ты получил небесное гражданство. Да, у тебя есть паспорт. Но живешь ли ты так в соответствии с волей Отца? Формируешься ли ты? Неужели на этом все закончилось? На спасении ничего не заканчивается. Спасение – это старт. Это зажигание в твоей машине. Ну что ты завел ее? Едь давай. Смотрите, человек завел и радуется. Едь давай, газу давай. Исполняй волю Божию. Делай Божьи дела. В Библии написано, что мы Его творения. И Бог создал нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. Представляете? Есть дела, которые мы делаем, и через это прославляемся мы. Как я уже говорил, если, например, я помогаю кому-то, то, конечно, меня будут благодарить люди. Если я делаю Божьи дела, значит, я их делаю в помазании. Я делаю силой не Своею, а силой Бога. И через это приходится слава Богу, вся слава Иисусу Христу. Итак, когда мы хотим познать Бога, мы должны познать, что это семья. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И дочка на подходе. Церковь на подходе. Церковь формируется. А церковь – это не они. Церковь – это мы, ты и я. Те, кто собрались во имя Иисуса Христа. Матфея 18, 20. Иисус говорит, ибо где двое или трое, собраны во имя Мое, там я посреди них. Представляете? Великий Бог приходит туда, даже туда, где двое или трое. Представляете? Эти двое человек собрались во имя Иисуса, чтобы прославить, чтобы наполняться, чтобы благодарить, молиться, служить. Иисус туда приходит. Итак, церковь никаким образом не относится к постройкам, к архитектурным постройкам. Архитектурные постройки – это дела рук человеческих. Но на самом деле храм Господа – это является человек. Человек. Единство церкви может быть только среди зрелых или зреющих христиан. И это великий труд. Единство церкви – это труд. Это цель. Иисус молился Отцу. И Он говорил, да будут они едино. Как и мы едино, мы будем читать это скоро. Единство церкви. Послушайте, там, где один другого почитает высшим себя. Не себя почитает высшим, знаете, как обычно. Я умнее тебя. Твоя информация? У тебя неправильная информация. У тебя вообще лжиучение. Ты неправильно думаешь, брат. Я правильно думаю. Ты неправильно думаешь. И я тебя научу. И знаете, если такое будет в церкви находиться, то каждый будет превозноситься друг на другом. Вы знаете, это не церковь Христа. Это плотские его дети, которых надо немножко дисциплинировать. Единство церкви там, где один другого почитает высшим себя. Там, где есть уважение и любовь друг к другу. Когда это приходит? Когда дети Божьи начинают расти в Боге. Когда они начинают зреть, как взрослые. Взрослые, знаете, однажды были маленькими детьми, капризными детьми. Чуть что не по его. Он сразу плачет. Он сразу там ножкой топает. Знаете, сразу капризы, капризы, капризы. И, конечно, мы понимаем, что дети, они такие. Но когда взрослые такие, то это уже странно. Понимаете? Понимаете, если взрослый капризничает, требует свое, его не высушили, ему что-то не сделали, там все не по его, к нему не прислушиваются. Такому человеку надо повзрослеть. Такому человеку нужно, знаете, нам нужно соответствовать своему духовному возрасту. Нам нужно соответствовать. И когда человек более зрел, как узнать человека зрелого? Как? Он служит другим. Он любит других. Он помогает, и он заботится о ком-то. Умные христиане, они только о себе умные. Они ждут момента, когда высказать что-то, чтобы всех удивить. Но, я вам скажу, зрелые отцы и матери, это не обязательно умные. Они должны тоже ум, ум это нормально, ум это полноценность, это все хорошо. Но, чтобы не было горя от ума. Знаешь, у тебя есть великий ум, и тебе не на кого излить свою информацию. Нет. Зрелый христианин, тот, который служит. Как и в Библии написано, что сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а что сделать, чтобы ему послужить и отдать себя. И, представляете, Иисус Господь служил людям, служил. Да, мы знаем, он ноги мыл. Сколько он образных ног перемыл. Сколькими людьми он встречался. Знаете, что, когда мы встречаемся с людьми, и наша цель дать ему что-то, благословить. Знаете, у нас есть личное время, которое мы отдираем. И оно очень драгоценное время. Время – это то, что никогда невозможно вернуть. И, знаете, Иисус, Он тратил свое время, свое личное время. Он тратил на людей. И делал это Он с любовью. Представляете? На людей, которых никому не нужны были. Кому нужна была самарянка, скажите? Да она вообще приходила в особое время, она смотрела на часы, чтобы там евреев не было, чтобы воду набрать. Знаете, как нации в мире есть, мы знаем эти нации, национальности, которые конфликтуют, не общаются друг с другом. А Иисус взял и разрушил эту стену. Взял и благословился марянку. Взял и раскрылся ей, как Христос. Никому не раскрывался, ей взял и раскрылся. Господь Иисус показал, что Он ценит каждого человека, будь то бесноватый, будь то прокаженный, будь то священник, кто бы ни был, то ли фарисей, Он всем служил, всем служил. Рабу в саду отрезали ухо, а Он взял и послужил Ему. Приклеил его обратно. Поднял ухо, говорит, поднимите ухо. Зачем человеку ухо отрезали? Нельзя так делать. Тебе еще жить надо. И приклеил врагу своему ухо. Вы бы что сделали врагу? Ну, вторую, наверное, отрезали бы. Хоть что-то сделать. Хоть отомстить, хоть чуть-чуть, знаете. Нет, Иисус даже на кресте висел, говорю, что я прости им. Вот она зрелость. Вот она зрелость. Зрелость – это любовь. Это да, у тебя накопленные знания, у тебя накопленный опыт. Для чего? Для того, чтобы благословлять детей Божьих, чтобы служить и заботиться о них, поднимать, поддерживать. Вдохновлять. Люди сегодня нуждаются в вдохновлении. Чтобы их вдохновляли, чтобы им говорили хорошее, чтобы им говорили, знаете, конечно, иногда людям надо говорить и правду такую, и прямую правду, но люди больше нуждаются во вдохновлении. Деяние 20-28. Павел пишет. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Иисус приобрел себе церковь за кровь. Он заплатил эту цену. Это говорит о том, что это самая дорогая жемчужина, за которую Он отдал все. Помните эту притчу, когда один купец, бизнесмен, искал эту жемчужину дорогую, вдруг он ее нашел. Написано, что все, что он имел, пошел продал и приобрел эту жемчужину. Иисус, Он так облекал вот эти, знаете, духовные тайны, духовные истории, Он облекал физически, чтобы люди понимали. И Он говорил, что ты, верующий в Него, являешься этой жемчужиной. И Он за тебя отдает. Вообще, Он отдал свою жизнь за каждого человека. Но тот, кто приходит к Нему, становится Детем Божьим. Не все становятся Дети Божьи, хотя за всех Иисус умирал. Те, кто приходят к Нему во грехах и признают себя грешниками. Я вот хочу подчеркнуть, что многие люди не признают себя грешниками. Не признают. Они чистые, они хорошие, они культурные, они образованные. Мама с папой, слушай, в чем им каяться? Я вам скажу, что это горе. Это горе, потому что человек не может принимать Христа, если он не признает свою греховность. Ты не можешь прийти к Богу, если ты от Него не отходил. Ты не можешь переосознать. И в этот момент, когда Дух Святой касается тебя, тебе нужно это ценить. Когда Дух Святой показывает тебе твою греховность, если с вами этого не произошло, то ожидать это должно произойти. Это должен быть вот этот момент. Он такой как бы тяжелый момент и в то же время нужный момент и в то же самое время радостный момент, потому что он ведет к покаянию. Когда вы осознаете себя не просто грешником, а страшным преступником, вот тогда вы действительно осознаете нужду в Иисусе Христе и признаете и обращаетесь к Нему. Почему этот преступник рядом с Иисусом обратился к Иисусу за помощью? За помощью. А если бы он не был преступником, разве он обратился бы к Иисусу за помощью? Он бы сказал, да он сам себе помочь не может, что он мне поможет? То он такой. Нет, он осознал свои преступления. И он попросил Иисуса о помощи. Осознай свою безысходность. Осознай, что ты ничто без Бога. Ноль без палочки. И тебе нужно Христа принять. Нужно. Это твоя жизнь. Это твой шанс. Это в утопающем океане это твой спасательный круг. Что ты раздумываешь? Надо хвататься за Него. Браться за Него. Понимаешь, не понимаешь. Знаете, некоторые обдумывают, а как, а как, что? Разве когда ты тонешь, ты будешь обдумывать, из чего сделан этот спасательный круг? Как именно? Какими законными физиками Он тебя выдержит? Просто хватаешься и все. Потом разберешься на небе. Там тебе все объяснят. Итак, Иисус приобрел себе церковь в крови. Он заплатил за нее великую цену. Это самое дорогое у Бога, что есть, это церковь. Это Его Сын, потому что Он Свою единственную Сыну отдал. И теперь Он приобретает церковь в лице Иисуса Христа. Он приобретает своему сыну, невесту. И церковь – это невеста, которая готовится стать женою. А я спрашиваю тебя, дорогой христианин, я говорю на духовном языке, чтобы ты правильно меня понял. Ты готовь стать женою Бога? Готов пожениться на Боге? Или ты только все спрашиваешь? Ты вот когда на один с Богом остаешься, о чем ты говоришь? О своих проблемах, о своих нуждах? А ты когда-нибудь у него будешь спрашивать его проблемы, нужды? Ты когда-нибудь будешь, знаешь, не только к себе все магнитить, а будешь ли ты перестраиваться в своем мышлении, чтобы тебе работать теперь в Божьей фирме. Ты теперь, не ты, ты теперь во Христе. Тебе теперь должна перестройка. Такое слово, перестройка интересная вышла. Тебе нужно перестраиваться. Ты не простой человек. Ты – жена Бога. Немножко странно слышится, но так. Невеста становится женой. Мы все это понимаем. И это благоценение, потому что это любовь, и это все духовно. Смотрите, что написано. Филиппийцам 2 глава, 21 стих. Здесь Павел пишет. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Знаете, что? Под словом «все» он имел в виду даже верующих людей. Сколько он наблюдал, в какие церкви он начинал. Он видел, что в основном люди ищут своего. И знаете, это характерно для обычного человека искать свое. Восполнение своих потребностей. Всех. Но здесь он пишет немножко в негативном свете. Он говорит, что не того, что угодно Иисусу Христу. Они не хотят перестроиться в своем мышлении, чтобы угодить Иисусу Христу. Они только для себя все ищут. Как бы им состояться. Как бы им было хорошо. Как бы им в жизни в чем-то утвердиться. Но Павел, мы знаем, был тот, который угождал Иисусу Христу. Он угождал Иисусу Христу. И он говорил, что для меня это самая большая привилегия служить Иисусу Христу. И это не просто привилегия, это моя цель. Это моя цель, это моя цель, почему я живу на земле. Сам Иисус Христос. Смотрите, здесь написано, каждый ищет своего. Это мы с вами. Это не надо ходить в те времена. Это не надо смотреть на тех верующих. Это мы с вами. Мы ищем своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И как я сказал в начале, что не каждый говорящий «Мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», а кто исполняет волю Отца Небесного. Тот, кто научился отказываться от себя, от своих амбиций. Сейчас мы будем рассматривать. Даже в церкви люди ищут своего. Их мотив, они сами, и их амбиции. Нами постоянно кто-то или что-то хочет руководить. Например, наши амбиции, наши желания. Слово «амбиции». Я хочу, чтобы мы правильно понимали, потому что мы можем абстрактно понимать или приблизительно. Я специально залез в словарь, чтобы правильно понимать это слово. Амбиция, послушайте, это обостренное самолюбие, преувеличенное чувство собственного достоинства. У нас у всех есть достоинство, но есть преувеличенное. Я и никто другой. Знаете, есть два мнения, мое и неправильное. Но так не должно быть. Удариться в амбицию. Это означает проявить крайнюю обидчивость. Обидевшись, рассердиться. Иисус говорил, блажен, кто не соблазнится обо мне. Знаете, это слово, вот это соблазнится, мы не понимаем, как это. А это означает обидеться. Это было направлено к Иоанну Крестителю, который сидел в тюрьме. Иисус сказал, блажен, счастлив тот, кто не соблазнится, тот, кто не приткнется, не обидится. Потому что Иоанн Креститель стал раньше служить, чем Иисус. Потому что он был предтеча. Он приготовил путь Господу. Он возбуждал в сердцах людей ревность по Богу. Он обличал людей. Люди действительно чувствовали обличение. И шли к нему, и крестились от него. Крестились в покаяние. Они осознавали, таким образом, они каются перед Богом в своих грехах. И он действительно был тот, Иоанн Креститель. Написано в Библии, что он самый большой из пророков. Самый большой из пророков Иоанн Креститель. И ученики, когда Иоанна Крестителя посадили в тюрьму, в темницу, ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу и говорят, учитель, ты ли тот, которому надо было прийти? Иоанн, в чем дело? Ты сам представил Иисуса этому миру. Ты сказал, вот Агнец Божий, который идет и который берет грехи всего мира на себя. Ты сам говорил, ты сам слышал голос с небес. Это Сын мой возлюбленный, в Котором вся моя радость, все мое благоволение. И ты видел Духа Святого, сошедшего на Иисуса. Ты все видел знаки, ты все знамения видел. И теперь ты спрашиваешь, ты ли тот, или кто-то другой должен прийти. Потому что находит такое время, амбиции, обидчивость, разочарование. Сколько людей разочаровались в Иисусе. Не в том, что Он творил чудеса, в том, что Он не поступил по их желанию, не освободил их от этого, от бремени финансового. Они как платили Риму, так и платили. И знаете, из-за этого многие обиделись. Они понимали, что да, Иисус это особенный. Это не просто человек. Но они все равно Его не хотели принять. Потому что они обиделись. И знаете, нам нужно разобраться с нашими амбициями. И в христианстве вообще им нет места. Амбициозный человек это человек, который сам себе на уме он самовлюбленный. И это даже, я скажу так, легкая форма Люцифера. Он самый амбициозный. Почему он восстал против Бога? Он обиделся. Его не зовут туда. Бог закрывается. И все. Ему доступа туда нет. У святоя святых прямо в центр Бога. И он не слышит планы. Послушай, ты можешь огорчаться. Ты можешь не понимать Бога. Но когда ты начинаешь на него уже обижаться, и это начинает в тебе теплиться, это начинает в тебе зарождаться, то вовремя искоренеет этот горький корень. Потому что ты в скором будущем пойдешь против Бога. Внутри. Многие атеисты именно таким образом и стали атеистами. Что-то не произошло в их жизни. Не пришел ответ на молитву. Или что-то еще. Они что-то хотели. И они бились, 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 разбились. Ничего Бог им не ответил. И они разочаровались и отошли от Бога. Благословляй церковь, какая бы она ни была. И молись за нее. Молись, потому что есть церковь, за которую Иисус висел на кресте. Она может быть совершенно разной. Если вы увидите церковь в Европе, или церковь в Америке, или церковь в Китае, они могут выглядеть совершенно по-разному. Но там есть люди, за которых умирал Христос. И есть еще те люди, которые вне стана. Их нужно привезти в дом. В дом. Поэтому всячески, если ты верующий, ты настоящий верующий, работай на единство церкви. Если там призывают имя Иисуса, призывай с ними. Ну и что, что они там что-то не так, может, делают? Призывай с ними. Молись о Боге. Молись о благодати. Молись о зрелости. Молись о знаниях. Молись об информации Божьем, чтобы понимали. Но будь тем человеком, который созидает церковь, который строит, который всячески помогает. Знаете, я видел людей, которые приходят и тебе говорят, у вас то в церкви, у вас то в церкви. Если ты видишь, если тебе открыто, ну почему ты не берешь и не делаешь это? Или ты такой эксперт? Ты никому не нужен такой. Ты приходишь, говоришь. Да все и так знают, что есть какие-то несовершенства. Нам же дана благодать, чтобы мы совершенствовались. Поэтому давайте мы брать наш образ с Иисуса Христа. Он набрал в себе самых разных людей, несовершенных людей и сделал из них церковь. И на них был излил Дух Святой. И они пришли и позвали еще других людей. И если через наши жизни люди придут в Царство Божье, если через наши молитвы какие-то церкви будут устрояться, будут созидаться, то Бог будет от этого радоваться. Мы же хотим, чтобы Бог радовался. Мы же не хотим, чтобы Бог печалился. Мы же не хотим, чтобы Бог отошнил от нас. Чтобы Он сказал, у меня тошнит, я сейчас тебе изблюю из уст моих. Нет, извините, не надо такого. Не надо. Не надо Богу портить, тошноту наводить. Не надо. Бог любит человека. Бог на твоей стороне. Поэтому, когда ты переходишь в другой лагерь, ты принимаешь другой образ. Ты становишься врагом. Не надо этого делать. Работай на единственное и молись за церковь Иисуса Христа. И знай, что если эта церковь Иисуса Христа это твой дом, поэтому туда приноси самое лучшее. Говори там слова любви. Говори пророчески. Благословляй эту церковь. Аминь. Будь благословенны.